друзья привет они вернутся ли нам к нашим влогом короче сижу завтраку и приготовилась снимать видео про заказ фаберлик но надо быстро позавтракать быстро снять видео и ехать к маме в общем так чем я завтракаю чем дома никого нету готовить кашу никому я не заморачиваюсь я не такой любитель каш и ем сырок творожный с изюмом первый раз купила потом я вот стала покупать вот такой йогурт местный производитель все натуральное в общем руководствуюсь этими соображениями что здесь нет никаких добавок не предполагаю вообще не не может быть по определению потому что не такое навороченное производство там наверно очень простая это все должно быть просто но по крайней мере вот линия по упаковке такой тар наверно есть гусенозерск йогурт с фруктово-ягодными добавками состав цельное молоко йогуртная закваска сахар фруктово-ягодный компонент клубника персик малина черника тропик но не сами ягоды здесь пол литра и промо цена а еще еще короткий срок хранения пять дней и поэтому очень часто бывает промо цена когда срок подходит к концу они цены снижают чтобы товар не задерживался не залеживался и вот благодаря этому 43 рубля ну не сказать что это очень дешево но этого в общем ягода из того же ряда пол литровых йогуртов этот самый недорогой получается хотя может быть есть менее дорогие но в другой упаковке в общем короче мне нравится состав я покупаю и на вкус хороший так затем у меня здесь такие булочки сушить я за собой вот две такие вчера я купила вечером не скажу что черствую не такая как свежей выпечки как вчера была бы наверное когда я купил потому что в этом супермаркете эти булочки горячими бывают это у нас в абсолюте так булочку буду есть с маслом масло мы решили покупать натуральная не спрэд это выбираем что-то масло было настоящее у меня подготовила кусочек сыра до есть не знаю доемли и булочку тоже не знаю доемли то меня купила хлеб почему такой почему белый высшего сорта потому что он по промо цене идет 20 рублей а я из соображений экономии купила самый недорогой и самый долго играющий хлеб который мне хватит надолго такой мой завтрак ребята продолжаем сходила к маме посмотрите как у нас освещена комната и это освещено отраженный то есть тот свет который падает на нас он падает отраженный от окон дома девятиэтажного прямо с девятого этажа на меня падает смотрит солнце солнечный зайчик заяц огромный ой слепит витиков когда говорят солнечное бурятия это не просто метафора это фактически так и есть солнца у нас очень много но это не делает зиму тепле делает вообще-то зиму теплее да зима холоднее у нас делает рельеф местности и расположение резко континентальный климат или умеренно континентальный но вообще всегда говорят что резко континентальный просто есть еще более резко континентальный у нас как-то немного смягчен байкала в какой-то степени вот короче говоря сходила к маме зашла фикс прайс не удержалась не удержалась купила все таки ежедневник себе я же помните вам рассказал что планер хочу этим планером что-то я не пользуюсь потом покажу тот планер еще купила халатик узбекского пошива 200 рублей 199 ну классно же и еще не так мелко выглядит хотя размер 44 46 и там было было два халатика ой боже мой я сейчас еще и не влезу крайне экономно шире еще там были платья хочу себе такую футболку ночнушку платье и там были такие тоже по 199 рублей я чуть было не взяла прямо вот такой фасон вот как надо у меня дело в том что есть вот ночнушка она такая на бретельках и эти бретельки растянулись и так вот съезжают неудобно я хочу ходить дома в такой футболке чтобы мне не надо было все время поправлять и думать что сейчас у меня что-то приоткроется что-то как-то я выгляжу неприлично но в моем случае выглядеть неприлично знак равенства выглядеть смешно в том смысле что откроется по-настоящему вы увидите по-настоящему кто-то может увидеть какая у меня на самом деле грудь да хотелось бы чтобы был такой халат в котором можно было бы еще и выйти дверь открыть но чуть-чуть немного показаться людям но кажется длина этого не позволит хотя может он растянется ночнушка то у меня вытянулась я не знаю куда растянется этот трикотаж может вширь а может в длину у меня отвратительный халатик трикотажный ну для таких случаев чтобы утром встать дойти до ванной больше ни в каких случаях я халат не ношу ну или вот когда гости вышли тебя застали в ночнушке а надо срочно ну что-то передать принесли вот такой вот кратковременный визит вот на этот случай мне нужен халат в общем появились еженедельники новые здесь вот он обтянут этим сказать коленкора я не уверена что это коленкор дерматином ну давайте если я скажу дерматином это будет всем понятно а уж насколько точно видите какой симпатичный рисунок мне же еще важно чтобы обложка была симпатичная он здесь по-настоящему еженедельник здесь вот вы заполняете свои данные на случай утери здесь календари на несколько лет вперед международные телефонные коды России и СНГ ой пропаду международные телефонные коды расстояние между российскими городами не представляю зачем это может понадобиться ну ладно блеснуть это эрудицией планеры по месяцам по дням расписать год вперед кстати то что нужно будет и вот начинаются ежедневники даты не проставлены что очень мудро так часы так а внизу что важное позвонить заметки и так до самого конца в конце место для контакта по поведенном порядке 99 рублей я себя поздравляю жалко что я потратилась на тот планер мне тоже наверное пригодится сейчас я вам покажу какую ну вы видели если вы мы постоянные зрители если вы случайно наткнулись то о чем там ну кажется обещала про покупки рассказать что я еще купила в общем купила я в нашей сети супермаркетов супермаркетов ой что за звуки в нашей сети супермаркетов по 57 рублей продаются горшочки для запекания так производитель ну просто написано Россия ИП не вижу очень мелко Мамаев почему-то мне Намаев видится Мамаев наверное я даже не вижу откуда ну код московский стоит 495 500 телефон в общем да продавца подходит для всех типов печей допускается использование в посудомоечной машине но качество ну качество видите не ахти нам не хочется сосредотачиваться в общем короче нельзя твой взгляд от этой камеры она тут же теряет фокус так в общем качество не ахте тут пузырьками но она глазурованная изнутри и снаружи вот опыт не не глазурован у крышки тоже опыт не глазурован и остальное все покрыто глазурью и крышка неудобно ее только снимать можно так зря вот это вот сделано . пимпочка так я купила их 4 штуки а потом пошла так а потом пошла а и придя домой разобрав ну во-первых там на кассе ничего не упаковывают я пошла сбегала сама поискала коробочку в этом же зале сначала меня отправили винный отдел но винном отделе дали большую коробку и сказали все других нету ну я посмотрела что это коробка с этой коробкой мне будет совсем неудобно пошла побегала по залу и нашла пошла в этом в зале нашла коробочку короче в это в тележке где продавец мечендайзер или кто-то раскладывает товар какой-то товар недоразложил это стояла тележка с товаром и с коробочкой в которой был сложен мусор упаковочная тара ну вот например допустим вот это вот допустим наверно приходит к ним запаянная в целлофан вот это вот целлофан а такой же от таких штук это подозревают вообще нифига не в целлофан в общем короче когда пришла домой я стала разбирать и увидела что здесь сколы трещины прям трещины я неправильно назвала сколами они так приняли мою претензию это было позавчера я думаю ну а завтра поеду сделаю возврат верну им этот ну потому что сама я не знаю куда девать выбрасывать у меня рука не поднимается тут другое соображение стоит ли вообще я же не не у себя купила не в нашем супермаркете который на этой остановке а там которые возле возле мамы с папой моих родителей в том супермаркете думаю но проезд мне точно дороже обойдется ну туда-обратно по 15 рублей два раза ну не дороже да 30 рублей а тут мне 57 вернут или 59 в общем короче я сегодня подошла на кассу охраннику говорю как мне возврат сделать он тут же вызвал из отдела промо отдела то у них называется то есть пром товары да из промо отдела вызвал там менеджера пока нашла мне дали на кассе мне дали бланк заполнить заявление на возврат я его заполнила это мерчендайзерша менеджер подошла посмотрела поизучала подписала заявление там штрих-код в общем вот эти вот данные реквизиты этого товара и принял приняла из кассы мне спокойно выдали денежку и все я пошла даже паспорт мой не сверяли но там паспортные данные были записаны даже телефон не взяли случае чего если вдруг у них там кажется что они неправильно возврат оформили и что например не подлежит возврату в общем даже не спросили потому что я думала начнут там говорить ну знаете как вот эти вот на рынке ты купишь у кого-нибудь придешь к ней и она скажет да это вы сами разбили тут ничего такого не было вообще даже даже не знаю что сыграла может ну вообще товарная партия товара некачественная там много было там знаете вот нужно я просто почти что не глядя взяла потому что обрадовалась что там есть нужное количество одного вида то есть даже не совсем нужно я бы шесть хотела штук взять но взяла четыре потому что подумала что такой хрупкий товар я в количестве шести штук без должной упаковки не увезу вот ночи вот такой вот приключение теперь будем готовить горшочки у меня дома в актюбинске есть горшочки и мы их практикуем очень часто готовим это очень удобно знаете вот когда хочется чего-то такого вкусненького быстро приготовить нарезаете но обычно мы делаем картошку с мясом тушеное туда накидываете мясо кубиками порезанное лук морковку картошку грибочки если есть там кусочек листика лаврового положить нам специи какие вы любите посолить накрыть крышечкой и в духовочку поставить и минут 30 ну зависимости от того какая у вас духовка готовится быстро проверяется по готовности картошки если вы еще не пробовали вдруг попробуйте это очень вкусно так и купила я я давно хотела стаканы для виски стаканы для виски может быть и не надо так фокусироваться взгляд надо отводить ну вот это касается покупок остальные покупки все про еду пока нет малышей тут этих я покупаю себе какие-нибудь сладости любимые недорогие тут нас по 30 рублей зефир продавался и шоколаде и без шоколада 30 рублей это видимо к празднику к закалками было был такой сброс товара или но что это было не знаю в общем короче говоря а сегодня вот 11 февраля идет глобальная написано переоценка и но предупреждение стоит что все цен ценники цены все проверяйте на кассе то есть они могут не совпадать потому что переоценка прямо сейчас происходит и покупатели берут этот покупают берут с витрины с прилавков этот товар еще оценник может оказаться не недействительный цена указана не сильно ой что я делаю да я читаю сейчас брайсон это такая автор который про феминизм про феминизм писала здесь можно сказать история феминизма ее обзор феминизма я читаю а почему я читаю про феминизм потому что я буду писать свою диссертацию этого феминизма так это не то теперь о чем я еще хотела сейчас подсмотрю я уже заполняю этот ежедневник в общем на улице снимать мне не хочется и мы можем в общем я буду скорее всего снимать только вот так наш на улице холодно все если вы следите за моим инстаграмом сегодня видели мой пост где я выложила скриншот этого прогноза погоды у меня есть какое-то приложение уже вшитое которое было в смартфон но не помню общем короче информер информер погоды и там показывал 31 градус я думаю насколько можно но я с таким этим возгласом с таким хэштегом и выложила этот свой пост да я купила стаканы для виски я закончила или нет это я готовлю подарки короче говоря своим детям когда они приедут но наборчик только один чем кому-то будут горшочки кому-то стаканчики не знаю или все мне так да я значит тут пишу не могу определиться с цветом волос но я вот тем не менее определилась у меня стояла краска для волос давно уже и нужно хотелось ее опробовать она как бы без аммиачная но я уже когда стала смотреть отзывы искать отзывы на нее в общем поняла что она в общем то не так не такая уж без аммиачная просто одно соединение аммония не то соединение аммония которые называют аммиаком а другое какой именно не помню мне это не важно поэтому я не запоминаю эти вещи так что я смотрю на ю тубе в последнее время я сижу я ничего не делаю ничего не шью хотя вот у меня были каникулы и никто дома никого нет никто не мешает ну кроме того что надо все время к маме ездить и и кормить обедом и ужином и или ужином но иногда два раза в день ездить время на это тоже теряется вот и но тем не менее сижу на ю тубе смотрю значит пост наука называется канал потом ну разные общем такие научпоповские каналы просто не все подряд сейчас вот я смотрела видео сайн слаб что ли по моему так называется в общем где александр и дмитрий соколовы этот канал ведут основатели этого канала смотрю дробышевского у него нет своего отдельного канала но очень интересно и вот глядя вот на этих товарищей соколовых и дробышевского я вдруг сейчас начинаю жалеть что я не пошла не не пошла учиться на антрополога как хотел папа в детстве но он не то чтобы так очень сильно хотелось бы он сильно хотел он все-таки бы ну как то да довел бы меня до но убедил бы или хотя бы старался убедить папа конечно мечтал о том чтобы иметь здесь своего антрополога чтобы сразу вот были полные ну вот эти научные исследования археологические были наиболее полные чтобы сразу без того чтобы отправлять в москву эти кости черепа на на исследование на реконструкцию ну а реконструкция конечно речь не не идет это не суть важно да не в реконструкции дела важно исследовать их датировать описать правильно чтобы но специалисты эти должны это делать ну и чтобы тут на месте иметь своего антрополога конечно было бы дело бы пошло быстрее сейчас сейчас правда папа говорит что еще но не то чтобы мы с ним это обсуждали а вот так вот просто когда иногда иногда речь заходит собственно говоря речь заходил за это время не часто может быть пару раз папа говорил что сейчас значит к археологическим исследованиям подключаются генетические но уже генетика дошла до такого уровня чтобы уже чтобы и и и их слова тоже было включено в исследование о раскопках в исследование раскопок вот а и плюс еще он говорит была лекция читинский коллега говорил что тоже проводили лекции о геофизических исследованиях это тоже интересно я себе ну как человек который изучал геофизику в своем пути я себе неплохо ну неплохо представляю не то чтобы неплохо имею представление о геофизических исследованиях вот ну и представляю как бы это могло бы помочь археологам конечно же то что лежит в земле не еще не извлекая оттуда изучить это да кроме того геофизика это не только же с поверхности земли изучать а уже и вынутое оттуда тоже подвергнуть геофизическим разным исследованиям это интересно конечно чрезвычайно интересно а вообще наука археология здесь вот в бурятском научном центре ну как и наверное и в других вот просто на примере того учреждения которые которому я по которому я могу судить то что воочию как бы наблюдать не то чтобы сильно наблюдать а понаслышке но рядом по крайней мере я могу судить о состоянии науки археологической науки в нашей стране что не очень то внимательно финансируется государством в принципе конечно многое зависит от самих ученых я это об этом сужу не только по археологам но я как-то и разговаривала с геологом с и в Иркутском то есть и в Иркутске также обстоят дела а свои направления деятельности собственно практически определяют сами сами научные сотрудники и определяют то что они представят свои проекты что будет одобрено по тем теми направлениями и будут заниматься в этом плане есть и свобода конечно раньше наверное тоже так же было я думаю просто раньше финансировалось это государством легко и просто сразу просто выделялось как я себе представляю сразу же выделялись средства а здесь приходится еще доказывать нужность и кроме того кроме таких вот проектов и направлений которые определяют сами научные сотрудники бывают еще и заказы если кто-то будет заинтересован но в геологии понятно кто будет заинтересован а вот в археологии не очень понятно в общем тут приходится доказывать я так полагаю нужность государству таких исследований вот поэтому вообще-то важно я куда-то скатилась я это совершенно не планировала эту тему поэтому очень важно популяризация науки очень важно ведь здесь очень много я когда я вот почему имею какое-то представление потому что я была на заседании ученых советов на двух одно было посвящено 55-летию здесь это лежит программка 55 55 55-летию археологической науки в БНЦ оно было в 15 2-3 года назад и кроме того в значит в этом и в прошлом году да в 80-летию моего папы была посвящена конференция и вот на двух заседаниях я составила такое представление что здесь тем направлении науки в общем поле деятельности еще не паханное несмотря на то что вот уже 55 лет официально именно археология здесь работает в БНЦ то есть я не говорю что до этого не было археологов все равно в любое направление бери и работай в общем поэтому это очень важно да доносить до до людей до тех кто выбирает себе дело жизни донести эти эти знания эти сведения эту информацию вот может быть вы думаете что я не это не в попад смеюсь я сама иногда так думаю но что-то же вызывает этот смех эту улыбку смущенную так Skyeng Skyeng я недавно а я недавно что-то эти я смотрю Джастина и вот он сейчас несколько наткнулся на его видео где он с кем-то в коллаборации с другими блогерами тоже по языку по английскому тоже с удовольствием посмотрела ну так вот немножко посмотрела так сказать пригубила поняла что за вкус и все в общем мне достаточно пока что насытилась буду посматривать иногда так потом значит еще ой слушайте недавно тоже вдруг автороспроизведение меня вывела на канал называется это реальная история по-моему это не канал канал по-моему ТВ3 или нет или так канал называется это реальная история там программы с ТВ3 которые так и называются это реальная история там разные случаи преступления которые были исследованы и очень противоречиво то есть суд вынес одно решение один приговор а как бы данные материалы следствия ну представляют в этом проекте представлены так что можно сделать другие выводы абсолютно противоположные то есть об таких ошибочных оспорных делах таких нашумевших там есть что-то дела об ангарском маньяке как бы недоисследованные или те дела которые да еще следствие по которым идет и ну непонятные в общем очень загадочные дела и противоречивые либо такие социальные имевшие такой социальный всплеск что суд принимает как я уже говорила принимает одно решение а вся молва совершенно придерживается противоположного мнения и очень интересная хорошо построенная передача программа там абсолютно нет комментариев только вот как бы показания свидетелей то и другой стороны разных сторон очень интересно и бесподобный саундтрек там что в начале что и начальный и завершающий трек он один и тот же песня она прямо вот западает в душу так сейчас у меня прервется видео через три минутки так что еще меня еще знаете поразило недавно почему-то вот так вот подряд попадается первую я помню кто об этом рассказывал тимур тания видимо в этой бар в большом городе шоу я вам на прошлом в прошлом эфире это говорила но в общем тимур тания знаете из абхазской команды капитан он рассказывал что как его оперировали а он пришел в себя во время операции все-все чувствовал и второй был такой же рассказ буквально на следующий день попался но я не помню там какие-то брат и сестра рассказывали об этом а ну наверное на скаенге мне кажется был такой же рассказ попали тоже так же на операции очнулся и нужно дать хирургам дать понять что я чувствую что не так а тем не менее действие наркоза таково что ты не можешь пошевельнуть ни единым даже дрогнуть ресничками ресницами не можешь до такой степени сковывает этот наркоз и это ужасно они говорят что больно все чувствуешь и ничего сделать не можешь и в общем в конце концов все усилия прикладываешь к тому чтобы шевельнуть какой-нибудь конечностью мизинцем Таня по-моему мизинцем шевельнул а тот а те тот кого я не помню открыл глаз по-моему так и мне стало так страшно я теперь боюсь попадать вообще на операционный стол с наркозом господи не дай бог так и кто-то посоветовал кого-то я смотрела я вообще не запоминаю кто это был как никогда не запоминаю название фильмов не никогда почти редко когда запоминаю в общем так и не запомнила кто это посоветовал но в общем посоветовали сериал сейчас вот 2019 года половое воспитание у него разные названия там по-моему сказали на английском sexual sexual education и сам когда вы ищите на этом в гугле забьете и перейдете по какой-нибудь ссылке там будет кроме того название сексуальное просвещение а вот этот переводчик дубляж как это называется сейчас у меня закроется то что дублируется называют все о сексе ну сам вот переводчик который синхронный перевод делает все так я яблоко кушаю в общем нормально этот сериал посмотрите я вчера ему вчера и позавчера в общем как мне порекомендовали я тут же набрала перешла и стала смотреть и подсела на него весь вчерашний день у меня ушел я так поняла он только вот начал идти с начала года и 8 серий я отсмотрела может еще появляется когда он появляется по каким дням я не знаю ну как обычно сериал наверное по серии в неделю по одной серии в неделю появляются новые да очень интересно так хорошо снят интересная история актеры отличные вот сейчас смотрите отдохнула вчера я по моему отсмотрела да уже все уже немножко впечатление подстежись вот если бы я вчера это видео записывала я бы вам немножко больше бы слюной брызгала а сейчас так что я там о чем в общем первое первые впечатления когда я начала смотреть может не самое первое во первых там значит мальчик у него мама психолог которая занимается семейным паром в общем которая занимается разладом в сексуальной жизни семейных пар вот так я бы сказала и у нее такой типаж сначала я думаю на мэрил стрип похоже такая обаятельнейшая женщина вот мальчик очень симпатичный и действительно подобрали такого актера но я там сильно спойлерить не буду походу поймете почему именно такого актера выбрали хотя что тут особенно мальчик симпатичный хотя он не должен такое впечатление производить ну по крайней мере у старшеклассников альфа самца такой детсковатый как это господи я забыла слово детсковатый как сказать по умному детский по детски выгляжу у меня у меня сын старший очень долго переживала что у него лицо детское мы как-то в старших классах или он уже учился в институте в университете мы купили шапку ну такая ушанка хорошая шапка он кстати ее сейчас носит я говорю прекрасная шапка очень тебе идет ну говорю правда правда лицо детское ну я знаю что его это волнует я говорю правда лицо детское ну ничего ну в смысле это же надолго это же пройдет со временем он говорит вот именно вот поэтому я не буду носить шапку я отказался ну благо это там в октябрьске было здесь бы здесь конечно очень неразумно отказываться от зимней шапки ушанки в пользу там любой другой хотя тут многие я смотрю головушами ходят раньше такого по моему не было в моем детстве люди никогда без шапок не ходили зимой сейчас как бы такое ощущение что очень многие в Москве жили эту привычку я тоже когда я из Москвы приехала могла без шапок без шапки ходить ну я здесь просто зимой не бывала кстати я очень долгое время в Лануде зимой не бывала прямо лет пятнадцать двадцать вот вот так так о чем я давайте перейдем обратно в общем этот мальчик выглядит по-детски инфантильно я это слово хотела вспомнить вот потом да что еще а ну вот такие впечатления потом значит там в школе показывают мальчик а начинается с другого парня и он похож по типажу на Бенедикта у которого Холмса играет главное что я вчера не могла его имя вспомнить а сейчас вспомнила имя а фамилию забыла ладно потом вспомню по ходу пьесы ну вы поняли о ком я по типажу потом значит по ходу пьесы выясняется что он сын директора школы показывают отца они так между собой похожи так актеры подобранные как будто действительно родные но при этом отец напоминает Колина Фаррелла я вообще смотрела смотрела где-то в середине своего просмотра отвлеклась загуглила актеров конечно нифига это конечно не Колин Фаррелл что само собой что я и так понимала я кстати не помню кто но рожа тоже знакомая у того актера который изображен в гугле вне этой роли он там в военном в военном берете и я прямо этот фильм кажется видела так что там еще и в общем все актеры мне нравятся все красивые такие и меня поразило кто играет мать этого подростка главного героя фильма ну ладно тут я уже проспойлерю Джиллиан Андерсон я кто кто Джиллиан Андерсон это она сейчас так выглядит последний раз я ее видела в секретных материалах до этого я читала ну в то в бытность секретных материалов вычитала где-то номер спид инфо что она актриса из фильмов для взрослых что до этого она засветилась в фильмах для взрослых и теперь она такая утонченная леди с такими с белыми волосами в стиле Мэрил Стрип ну например Мэрил Стрип в фильме Дьявол носит Прада такой типаж ну и правда очень утонченная она худая ну вот именно такая женщина в возрасте с таким вот шармом очень очень мне понравилась Джиллиан Андерсон но я до этого в ней не видела Джиллиан Андерсон а теперь когда я знаю теперь я конечно ее узнаю да это значит что касается актеров потом там вот в этом сериале есть все нынешние тренды вот эти вот социальной жизни так скажем как бы это правильно я выразила неправильно но более точного не могу вам подобрать хочу чтобы вы поняли ну например толерантность расовая например да этническая толерантность там красивейшие люди разных рас и вот пары там непременно что не пара то обязательно межрасовая кстати вот я когда думала межрасовая само слово межрасовая да как-то расизмом отдает что там еще возрастная значит гендерная в общем толерантность во всех видах вот в этом сериале присутствует декларируется постулируется и навязывается будет ли правильно так сказать но навязывается это что-то такое что хочется оттолкнуть нет это с удовольствием я это с удовольствием наблюдаю такие тренды так что еще и великолепные саундтреки в этом фильме там в разных стилях и все с таким вкусом вообще фильм сделан с большим вкусом мне очень понравился и в общем я вам его очень рекомендую и сама я была поклонницей теории большого взрыва но уже пару лет по моему я уже перестала наблюдать за ними недавно я увидела какое-то шоу отрывок где они участвовали в какой-то телевизионной программе мальчики с девочками соревновались какая-то на вопросы отвечали мальчики против девочек и и до этого какую-то по моему серию видела или кусочек серии она ткнулась и вот это Эми актриса исполнительница роли Эл Эми которую зовут Белык Белик Белык забыла как ее зовут ну неважно так поправилась она прямо в два раза шире против Туэми которая в начале была серии вот так это наверное все по крайней мере это все что я записала я не знаю что еще обсудить мои дети все еще во Вьетнаме отдыхают а что-то мне грустно ну сейчас сейчас я я что-то временами иногда мне так становится обидно что меня не взяли с собой сейчас по-моему меня отпустила эта обида недавно как бы чуть не сорвалась не хотела поехать к ним а потом представила что я сейчас одна буду в аэропорту прилечу туда и буду ходить искать ну то есть одна я даже на такси сесть не смогу наверное не справлюсь ну и не так интересно ну и вот этот страх будет немножко портить удовольствие ну и жалко потратить деньги на то чтобы каких-то две недели там побыть ехать так ехать месяц лучше на полтора два месяца еще лучше на три не знаю что порекомендуете на следующие каникулы у меня в июле-августе в середине июля до конца августа что порекомендуете на этот период где можно где будет не жарко где хороший климат недорого ну в общем порекомендуйте что-нибудь хочу куда-нибудь сразу настроиться накопить денежек при этом понимать что бюджет у меня крайне скромный вот ну на этом все наверное да что-то вымучивать если что-то вдруг появится я включу камеру расскажу раз теперь я не привязана прямым эфиром которые я все еще не допущена то буду записывать такие видео ну я надеюсь вам было не скучно со мной ставьте лайки подписывайтесь если еще не подписались жмите колокольчик чтобы получать оповещение о моих новых видео всем всего самого наилучшего с вами была Аюна Коновалова пока